В этом обзоре будем знакомиться с китайским тахометром KUS, у которого несколько расширен функционал. Как видите, помимо основной шкалы, у него есть вольтметр и указатель уровня топлива, плюс цифровой дисплей учета моточасов. Прибор упакован в фирменную синюю коробку, внутри надежно зафиксирован картонным вкладышем. В комплекте кабель для подключения, плюс простенькая бумажная инструкция. В данном случае русского языка нет, но зато есть монтажные размеры и схема распиновки разъема подключения, а это в принципе основная информация. Прибор фиксируется резьбовым кольцом, что намного удобнее P-образных металлических адаптеров. На размерах остановимся немного подробнее. Большинство стандартных тахометров и спидометров имеют монтажный размер 85 мм. Различные вольтметры, указатели температуры и уровня топлива поменьше. Монтажный размер 52 мм. Наш сегодняшний прибор размерами заметно больше, целых 111 мм. Но если учесть, что там как минимум 3 прибора в одном, то выгода в пространстве очевидна. Я уже не буду говорить о разнице в цене. Главным бонусом получаем большую шкалу тахометра, а как известно, это основной прибор на лодке, в отличии, например, от автомобиля. Немного остановимся на подключении и настройке. Есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Тахометр универсальный и множитель подбирается нажатием кнопки на обратной стороне прибора. По настройке у нас есть отдельное видео, поэтому повторяться не будем, ссылочка на него будет в описании. Прибор подключается через 8-пиновый разъем. Фишка вставляется только в одном положении, поэтому перепутать не получится. Вкратце рассмотрим распиновку разъема. Красный провод плюс от замка зажигания, он же включает вольтметр. Серый – от датчика уровня топлива. Датчик должен быть европейского формата 0,190 Ом. Коричневый провод – сигнальный от мотора на тахометр. Желтый и оранжевый провода в приборах KUS – это управление подсветкой прибора. Она может быть желтой или красной, тут уж, как говорится, на вкус и цвет. Остается два незадействованных разъема, в том числе зеленый, от датчика температуры. Возможно, в другой версии прибора указатель такой есть, например, вместо вольтметра. Но вживую пока мы его не видели, да и в каталоге тоже не попадался. Цифровой дисплей отображает моточасы и также служит для настройки тахометра. Напомню, что если у вас остались вопросы по настройке и подключению прибора, вы можете посмотреть обзоры на нашем YouTube-канале. Как настроить, куда подключить и все такое прочее. Там же есть обзор по топливным датчикам и их стандартам. Ну и в заключении продемонстрируем подсветку. Красная ощутимо ярче, чем желтая, и так во всех приборах этого производителя. Данный универсальный тахометр, а точнее многофункциональный прибор, вы можете приобрести в интернет-магазине «Водник». Заказы обрабатываются быстро, склад в отличной форме, плюс техподдержка по всем вопросам. Оставайтесь с нами и будьте в курсе новинок для техники на воде. Субтитры подогнал «Симон»!